Вдох Жизни Теперь врачи узкой практики наряду с традиционными профилактическими рекомендациями предлагают пациентам памятки и воздушные шарики. При регулярном выполнении упражнений по лечебно-дыхательной гимнастике происходит стимуляция мышц, которые участвуют в дыхании. Они укрепляются, тонизируются. Также повышается экскурсия грудной клетки и работа диафрагмы. За счет этого усиливается кровоснабжение в плевральной полости, что позволяет процессам регенеративным протекать быстрее. И ведет к профилактике образования различных сбаек, рубцов, то есть осложнений, эмфизимы легких, абцессов легких, после перенесенных пневмоний. Макрота отходит быстрее, легче. И это способствует тому, что вторичные осложнения встречаются более реже. В здоровом состоянии людям тоже рекомендуют выполнять лечебно-дыхательную гимнастику. Почему? Потому что, в принципе, улучшается жизненный тонус, улучшается кровоснабжение мышц. И ситуация с гипоксией, она профилактируется. Также волонтеры проекта «Вдох жизни» раздали листовки с комплексом упражнений посетителям врачебно-физкультурного диспансера. Сюда приходят на медобследование и реабилитацию спортсмены от самых юных до ветеранов. Специалисты медучреждения уверены, упражнения комплекса помогут атлетам сохранить здоровье и справиться с нагрузками на дыхательную систему. На самом деле вещь очень полезная. То есть каждый для себя использует удыхательную гимнастику, улучшит, может быть, свои показатели в спорте. То есть повысит тем самым выносливость при прохождении каких-то дистанций. Эта вещь нужна, потому что восстановление после перенесенной пневмонии – процесс очень длительный, очень непростой. То есть остенизация сохраняется длительное время и у некоторых по нескольку месяцев. Я занимаюсь кикбоксингом уже три года и очень важно выполнять дыхательную гимнастику, я буду ее обязательно выполнять. К акции «Вдох жизни» также присоединились волонтеры-медики. Студенты младших курсов Омского медицинского госуниверситета с сегодняшнего дня начали раздавать посетителям поликлиник листовки проекта. Основной функционал – помощь врачам – выполняют учащиеся более старших курсов. С первого по третий курс – это входная группа, как вы сказали. Это и термометрия, и маршрутизация пациентов, контроль и соблюдение масочного режима. Более старшие курсы – это доброчебный кабинет, помощь на приеме узким специалистам. При надзоре, скажем так, старших товарищей что-то более уже сложное. Работа в регистратуре, в местных колл-центрах, которые организованы на базе поликлиника по обзвону пациентов. Стоит отметить, региональный штаб волонтеров-медиков – один из крупнейших в стране. На сегодняшний день он насчитывает порядка 800 студентов.